Про армию нам много рассказывали, какая она у нас могучая, великолепная, все эти замечательные репортажи. Где наши арматы? Где все это оружие, не имеющее аналогов? В России вышло крайне любопытное и скандальное интервью, которое дал владелец российской частной военной компании «Паладин» Георгий Закревский. Этот человек до сих пор был непубличным и малоизвестным широкой публике, однако лавры Пригожина, очевидно, не дают ему покоя, и теперь он решил пойти по его стопам. Как и Пригожин, Закревский имеет свою собственную ЧВК, которая хоть и не может сравниться с Вагнером по раскрученности и по масштабам, но также участвует в боевых действиях в Африке и Сирии. У нее есть свой сайт, и почитать о ней можно в интернете. И подобно Пригожину Закревский стал выступать с жесткой критикой действий Кремля, причем не только Шойгу и Герасимова, но и самого Путина. В своем интервью он заявил, что именно Путин несет ответственность за тотальное разграбление российской армии и, соответственно, за провал вторжения в Украину. Ну, сможет ли власть, которая сейчас у нас есть, нормально отработать, уже сейчас нормально отработать? Никогда. Она вообще ничего не сможет нормально отработать. Почему? Ну, потому что она на это, видимо, не способна. Ничего не получалось. Более того, все время врут. В последнее время самоустраняются. А так называемый президент отстраняется. То же самое с вами. Причем тут Министерство обороны? Человек этот отвечает за все, что происходит в стране, тем более за глобальные критики. Обычно самые разные патриоты стараются не критиковать Путина персонально, а обрушивают весь свой гнев на каких-то людей у него в окружении. Ну, например, на того же Шойгу. Здесь же мы видим совершенно другое дело. Коллега Пригожина называет Путина так называемым президентом и прямо говорит, что не Министерство обороны России ответственно, а именно Путин несет ответственность за провалы России. Дальше Закревский говорит, что Путин все время лгал про могущество России и ее армии и говорит, что все разговоры о величии второй армии мира оказались банальным фейком. То есть Путина напрямую обвиняют во вранье. По поводу вранья нам долго рассказывали, что у нас страна поднимается с колен, потом что у нее развивается промышленность, туда-сюда, все лучше и лучше. Дима Медведев на эту тему вообще как бы целое эссе выпускал. Оказалось, ничего нет. Нет никакой промышленности, нет никакой экономики. Оказалось, мы даже бумагу белую не делаем, потому что у нас нет компонентов. Мы не делаем нормальную туалетную бумагу, мы не делаем коробки передач автомобильной, которые уже 70 лет назад были изобретены и сделаны в мире. Характерно, что несмотря на то, что Путин расправляется с теми, кто смеет критиковать его прогнивший режим, кто говорит о его слабостях и провалах, мы видим все равно, что такая критика продолжает звучать. Несмотря на то, что Пригожина взорвали в самолете, Гиркина посадили в тюрьму, все равно, как мы видим, находятся люди, появляются какие-то новые лица, которые продолжают открыто говорить о провалах Путина, о провалах Кремля, и ответственность за эти провалы непосредственно возлагают на российскую власть. Про армию нам много рассказывали, какая она у нас могучая, великолепная, все эти замечательные репортажи, какое у нас оружие лучшее в мире, передовое, зачастую не имеющие аналогов, где оно все. У нас формы не было, блин, на людей, чтобы ходить, которые призвали. Где эта форма? У нас, мол, презерв 3 миллиона, значит, на складах должно быть 4,5 комплекта. Кто наказан? Кто расстрелян? Они пропали. Они должны были быть, как сказали, но они пропали, я так понимаю, там так никого не наказали. Я про это и говорю, кто наказан? Кто расстрелян? Где наши арматы? Где наши армады армат, которые равняют врага с землей? Где армады штурмовой авиации, которые там внизу все уничтожают под собой? Где все это оружие, не имеющее аналогов? Прозвучали в интервью и откровенные угрозы в адрес Кремля. Коллега Пригожина заявил, что российское правительство не проводит ротации мобилизованных на фронте, так как опасается бунта в армии. И по словам Закревского, бунт назревает такой, что марш Пригожина на Москву по сравнению с ним покажется каплей в море. То, что облажались с этой операцией, это было на мне, я с на и другим через две недели после вот этого безобразия. Кому-то, может быть, было раньше, я не знаю. До сих пор собирают люди в провинции по 500 рублей солдатикам на беспилотники и на носки. До сих пор, хотя в новостях пошли ночь, что у нас всем все обеспечено. Нифига подобного. Почему нет ротации? Не только потому, что людей нет. Потому что они сейчас приедут сюда, все вот это вот непотребство увидят, и будет совершенно определенная реакция. Так называемый марш справедливости покажется каплей в море. В общем, если раньше в провале похода на Киев в России было принято обвинять каких-то абстрактных генералов или спецслужбы, которые там Путину подсунули не такие отчеты, что-то неправильно его проинформировали, Путин принял неправильное решение, то теперь мы уже видим, как российские военные обвиняют в провалах конкретно Путина, назначают его персонально виновным за поражение в Украине и за тот разгром, который российская армия испытала весной 2022 года. И это очень показательный момент, потому что это говорит не какой-то диванный блогер там или эксперт из телевизора, а это все-таки говорит владелец частной военной компании. Да, пускай это небольшая и нераскрученная ЧВК, но мы все прекрасно понимаем, что в России легальных ЧВК не существует. То есть не может просто обычный человек с улицы взять и создать свою ЧВК. Все, у кого есть ЧВК, они работают под крышей спецслужб. Или ФСБ, или ГРУ, или СВР, или там еще каких-то людей, может быть там в администрации Путина. Ну в общем, так или иначе, этот человек непростой, если у него есть своя ЧВК. И то, что он озвучивает такие вещи, то, что он говорит вот так вот уничижительно отзывается о Путине и напрямую обвиняет Кремль в провалах, это тоже такой важный звонок, который о многом говорит. Говорит о тех процессах, которые идут в российской армии. Это означает, что большая часть силовых структур, силовиков действительно очень враждебно относятся к Путину, очень недовольны тем, что делает Путин, и не стесняются высказывать это недовольство. От этих людей раньше мог говорить какой-то Гиркин, да, его посадили, но недовольство не исчезло. Поэтому мы видим, как появляются какие-то другие спикеры, которые тоже это высказывают. Понимая, да, и риск, и какая будет реакция в Кремле, тем не менее они это говорят. Мы несем потери. Противник занял наши позиции в Крымках, наш окоп. Мы там несем потери. Потери и поражения российской армии в Украине достигли таких масштабов, что о них открыто заговорили даже пропагандисты на федеральных каналах. К примеру, бывший лидер боевиков ДНР, а ныне депутат Госдумы. Александр Бородай в эфире Первого канала признал, что Украина воюет очень эффективно, а Россия несет большие потери от кассетных боеприпасов. В том числе от их арты. В том числе, я бы сказал, не просто от их арты, а от очень активно применяемых кассетных боеприпасов, от которых у нас образуется очень большое количество раненых. Жаловался Бородай и на FPV-дроны, которые благодаря волонтерам поступают в войска и наносят российской армии очень серьезный ущерб. Конечно, они нас, честно говоря, достали просто вот на нашем участке. Просто достали до белого колени. Мне написали с запорожского направления пару дней назад, ребята-десантники, что FPV летают как рои пчел над нами постоянно. Да, FPV, так сказать, они, честно говоря, нас достают тоже. Так же, как и обычные беспилотники со сбросом нас достают прямо вот хорошо. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!